Генеральный партнёр программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнёр программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Эфир канала РЕН продолжает новости «Анапа-Регион». Я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, коротко о главных событиях дня. Поставленные задачи выполнены к новым готовы. Сегодня с профессиональным праздником поздравляли анапских огнеборцев. В память о героях. В Варваровке высадился десант «Славы». Там прошёл митинг и военно-патриотическая эстафета. Роботы против клещей. В Анапе в борьбе с опасными кровососущими используют все средства. Вход и тут даже новые технологии. 30 апреля пожарная охрана России отмечает свой профессиональный праздник. Профессия пожарного входит в первую десятку опасных профессий. В Анапский пожарно-спасательный гарнизон входят 4 пожарные части и отдельный пост 179 в станице Гостогаевской. Личный состав несёт службу круглосуточно, оперативно выезжает на все чрезвычайные ситуации. Минувший год выдался в прямом смысле горячим. Два серьёзных происшествия, которые благодаря огнеборцам не стали масштабными катастрофами. Глава города Сергей Сергеев поблагодарил анапских пожарных и поздравил с профессиональным праздником. Главный пожарный Анапы Роман Константинов показывает главе города образцы техники. Среди них новые 30-метровая автолестница и аварийно-пожарно-спасательный автомобиль повышенной проходимости. Это комплекс нового поколения, в комплекте инструмент, в том числе гидравлический и другое оборудование. Денис Домников показывает рукав высокого давления. Его можно развернуть за считанные секунды, чтобы оперативно потушить небольшое возгорание или начать работу, пока товарищи разворачивают основной рукав. Это важно, потому что каждая секунда на счету. На службу Денис пришел вслед за братом, после армии и трех месяцев учебы. Пошел уже четвертый год. Сегодня ему присвоили звание старшего сержанта, раньше положенного срока. Он был среди тех, кто минувшим летом тушил городскую свалку. На смену, со сменой, на цепной сразу туда. Тяжело работать, там не спали, почти тушили. Ночью тушили, днем тушили. Тяжело было тушить, потому что горело же не сверху, горело внизу. Проливали, много очень воды вылили, пробовали заливать водой. Бульдозерами, получалось, заливали и бульдозерами загортали. Мусор по-другому не тушилось. На аналогичные пожары, на их тушение, в других регионах тратится от месяца и более. Вы ликвидировали это возбирание за 7 календарных лет. Огромное вам спасибо от всех анапчан за то, что большинство наших отдыхающих и жителей города даже не заметили этого происшествия. Глава города поблагодарил пожарных за их вклад в безопасность жителей и гостей города-курорта. Еще одним событием, которое могло бы обернуться трагедией, стал пожар в детском лагере «Витязь». В тот момент все службы и специальные городские сработали в буквальном смысле как часы. Никто не погиб, детей приняли в других лагерях. Я думаю, что уровень у нас взаимодействия очень высокий. Почему? Потому что мы не позволили и предотвратили возможные чересчайные ситуации. Проводится постоянный мониторинг как пожароопасной обстановки в городе, как и паводковой обстановки. Это взаимодействие проводится опять-таки с администрацией, с теми ответственными и должностными людьми, которые сегодня в муниципальном образовании города-куртоната работают по данному направлению. Одно из основных направлений взаимодействия – профилактика. В Анапе она начинается с детского сада. Сегодня подвели итоги 15-го по счету конкурса среди педагогов детсадов «Огонь – опасная игра». Единственного в своем роде не только в крае, но и в стране. Зоя Молостова заняла первое место. Уже 10 лет она пишет сценарии тематических игр и утренников. «Мои дети, выпускники, приходили. И вот папа один пришел, говорит, а мы пришли в одну студию заниматься. А вы знаете, мы не нашли пожарный выход. Вот я говорю, ой, не зря мы с вами все-таки занимались. Говорят, мы теперь везде приходим, и как вы нам сказали, зайди в помещение, посмотри, куда ты уйдешь в случае опасности. Вот это, я считаю, самое то. И дети наши, родители. Говорят, света не было, а свечки не разрешили зажечь. Говорят, давайте фонари. Вот это вот видно, что действенно». Тем не менее, на последний рубеж готовы выйти 160 человек. В их распоряжении более двух десятков различных машин. Специалисты изучают новые здания, которые появляются в городе. Пути подъезда разрабатывают планы на случай возникновения пожара, в том числе и совместно с городскими службами. Главное оружие – постоянная готовность. А сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники скорой помощи. На Анапской станции трудится около 200 человек. Круглосуточно врачебные и фельдшерские бригады спешат на помощь к тем, кто в этом остро нуждается. Они стоят на страже самого главного, что есть у человека – здоровья и жизни. Всегда в форме, всегда готовы прийти на помощь. Для этих людей даже профессиональный праздник не повод расслабиться, потому что работа такая. Это работа на колесах, это работа в неизвестной обстановке, в обстановке, в которой ты не можешь даже предполагать, что тебя ждет, какой пациент тебя ждет, в какой ситуации ты попадешь. Это необходимость очень быстро принимать решения, логически мыслить, не растеряться, не запаниковать и собраться и оказать правильное, в полном объеме и принять правильное решение. Анапу обслуживает 17 бригад скорой помощи. В летний период их число значительно увеличивается. На вооружении 20 единиц техники, не считая резерва. В прошлом и в этом году город получил по федеральной программе 7 новеньких карет скорой помощи. В ближайшие два года автопарк планируется еще расширить. Врач Валерий Сотников работает в Анапской скорой 3 года. Приехал из Хабаровского края. Говорит, хоть работу комфортной не назовешь, но все необходимые условия созданы. Мне здесь очень нравится работать. Но Анапа – это же курортный город. Новая аппаратура, укомплектование полностью, практически на 100%. Работаем по стандартам Министерства здравоохранения. Все нормально, работаем. Мне нравится. Зарплата хорошая. А это сердце Анапской скорой – диспетчерская служба. В сутки здесь принимают до 250 звонков. Работа всех служб отлажена до секунды, ведь каждая на счету. Коллектив опытный и профессиональный. Есть те, кто работает здесь около 40 лет. Но и с новичками, как признается руководитель, везет. Я как руководитель могу сказать, у меня работают самые замечательные люди. Это не мое только мнение, как руководители к нам приезжают летом сотрудники из других городов. И они, в общем-то, остаются очень хорошего мнения о нас, о нашей работе, о нашей организации. Я хотела бы поздравить всех своих коллег, работающих на скорой помощи во всей Российской Федерации, с профессиональным праздником. Пожелать им здоровья, терпения, мудрости, мужества, ну и благополучия, конечно. Только за прошлый год анапские медики оказали срочную помощь более 60 тысячам человек. Это значит, они спасли тысячи жизней и судеб. И сегодня, несмотря на праздник, они, как всегда, спешат кому-то на помощь. В селе Варваровка состоялась 14-я традиционная молодежная военно-патриотическая акция «Десант славы», посвященная подвигу легендарного десанта под командованием Героя Советского Союза капитана Дмитрия Калинина. Ее главная задача – сохранение памяти о подвиге героя и моряков-десантников, погибших 1 мая 1943 года. Организаторами акции «Десант славы» выступили Управление по делам молодежи, Центр патриотического воспитания «Ратмир» и Центр 21 век. Акция объединила студентов и школьников, курсантов Института береговой охраны ФСБ России и молодежь нашего города воинской славы. В числе почетных гостей – ветераны, депутаты и представители администрации города. После митинга участники акции почтили минутой молчания подвиг Дмитрия Калинина, который в 1943 году, попав в окружение, уничтожил 30 вражеских солдат, но погиб, подорвав себя гранатой. После митинга делегация с гирляндами памяти и цветами отправились для возложения к месту захоронения десантников. Традиционно в эти дни проходит военно-патриотическая акция «Молодежная десант славы». И отрадно осознавать, что каждый год она собирает все больше и больше молодежи нашего города. И это неудивительно. Ведь действительно проводится ряд мероприятий не только в эти праздничные даты, но и в течение всего года, которые позволяют формировать и гражданскую ответственность, и патриотизм у нашего подрастающего поколения. После церемонии открытия прошли военно-спортивные соревнования. Ребятам предстояло преодолеть военизированную полосу, выполняя различные задания, среди которых разборка-сборка автомата, стрельба из разных положений, метание гранаты, полоса препятствий. Но, пожалуй, самым экстремальным испытанием стала заклада взрыв-пакета с последующим подрывом. Молодежи становятся принимающих участие в акции больше. Это не только учебные заведения, но и делегации сельских округов, отдельные военно-патриотические клубы. Ребята, уже зная историю десанта, приходят сюда подготовленными. И в действительности отрадно видят, что молодежь патриотически настроена. Уже на финише участников акции ожидала полевая кухня, гречневая каша и сладкий чай. Впрочем, для многих маршрут оказался не слишком сложным. Препятствия были известны заранее по уставу, в определенном порядке, как договаривались. Но в связи с некоторыми нюансами были задержки на дистанциях. То есть где-то задержались, где-то не то выполнили. Но в целом хорошо прошли препятствия. Впереди у ребят еще один конкурс, в котором они покажут свое уже творческое мастерство. Знание солдатских песен и театральной постановки. Итоги конкурсной программы будут подведены позже. В праздник весны и труда в Анапе состоится традиционная первомайская демонстрация. В ней примут участие трудовые коллективы, общественные организации и студенты. Шествие пройдет по центральным улицам курорта и по главной площади. Там же состоится праздничный концерт. Начало мероприятий в 10 часов. Кроме того, выступление творческих коллективов, а также духового оркестра ожидается на сценической площадке у городского театра. Там все начнется в 11.30. Принять участие в праздничных мероприятиях приглашаются все напчане и гости курорта. Мы привыкли к этому празднику, потому что это первый праздник весны и труда, как его сегодня называют. Мое поколение его отмечает как День международной солидарности и трудячества, когда вся планета славила труд, выходила, радовалась весне. Поэтому нам от имени городского совета ветеранов приятно поздравить жителей и гостей города-курорта с Днем международной солидарности и трудячества Днем 1 мая. Здоровья, успехов! Перед предпринимателем Валерием Кряжевым никогда не стояло проблемы, чем заниматься в жизни. Он учился у отца, опытного бизнесмена, управленческим секретом и стремлению осваивать новое производство. Так, два года назад предприниматель купил ангар, привел его в порядок и открыл производство кровли, в то время как многие, наоборот, ссылаясь на кризис, сворачивали производство. В промышленной зоне хутора Воскресенский этот ангар выглядит самым ухоженным. Хозяйская рука здесь явно заметна. Валерий Кряжев ведет семейный бизнес умело. Управленческим секретом учился у своего отца, а отец, как известно, плохому не научит. Мой отец, он очень опытный бизнесмен, он очень давно в этой сфере работает. То есть у него он, в принципе, многосторонний, многоплановый, так скажем. То есть прежде чем прийти к производству данного продукта, у него был там ряд других коммерческих проектов. Вот, поэтому, то есть я, конечно же, перенимаю его опыт, ну, что-то уже свое. На днях Валерий Кряжев пополнил свое производство новыми станками. Рабочие цехы очень быстро и профессионально их установили и опробовали. Работу в дружной команде всегда делать интересно. Расширять и наращивать производство тем более. Ведь это новая красивая продукция, на которую спрос постоянно растет. За неполных два года объемы производства продукции завода доведены до 50 миллионов рублей. И ассортимент продукции намерены здесь увеличивать. Выпускаем мы профнастил, металлочерепис, укровенные материалы, профиль для крепления гипсокартона. Новый стан, вот, то есть это более крупная гофра. То есть она позволит участвовать нам в тендерах, то есть муниципальные объекты перекрывать такого формата. То есть там, где требуется жесткость перекрытия, вот, то есть она идет уже более целенаправленно туда. То есть вот то оборудование, которое у нас уже было в наличии, это больше частные. То есть частные дома, небольшие строения. А данное оборудование уже рассчитано на, ну, то есть более крупные. Ну, мы растем, то есть на самом деле из месяца в месяц мы показываем плюс, то есть у нас всегда идет прирост. Прирост мы еще не вышли на те объемы, конечно, которые мы планируем. То есть мы загружены сейчас пока только где-то процентов на 20-25. Ну, это нормально для второго года, в принципе, мы идем по плану. Вот, запустили в Краснодаре в этом году филиал. Все экономические показатели предприятия у Анапский завод проугли и фасада неуклонно растут. Исправно платятся налоги в бюджет города. Рабочий получает стабильную заработную плату. И молодой предприниматель активно и уверенно намерен двигаться вперед. В конце мая мы, как всегда, отметим День российского предпринимателя. Валерий Кряжев – очень яркий пример человека нового времени, работающего на себя, а создающего успех города. Эти два месяца оказались урожайными на призы для детского ансамбля «Казачьи песни Соловейка». В активе сразу три главных приза. На фестивале «Арт-прорыв» и «Новороссийский» ребята взяли два гран-при, а также девять дипломов лауреатов. Еще один главный приз ребята завоевали на фестивале «Кубанский казачок», который прошел в Краснодаре. Конкуренцию напчанам составили 25 коллективов со всего Краснодарского края. Я даже не ожидала. Награждают, всем дают дипломы лауреатов, но получают все лауреаты, а потом гран-при. И вдруг, смотрю, мне не дали. Опять забыли. У нас были случаи, когда просто диплом забывают. И вдруг Соловейка, гран-при. Ну, конечно, здорово. Дети там чуть с ума не сошли от радости. Противоклещевую обработку зеленых насаждений в туристических зонах города-курорта завершат к концу мая. Специалисты говорят, что используемая методика достаточно эффективна. Работу проводят с использованием самых современных средств. Специальный дрон распыляет противоклещевую жидкость. Специалисты обработали уже более 50 гектар зеленых насаждений в прибережной зоне города-курорта. Закончить работы планируют до конца мая. Работаем. Единственное, что помешала погода, то, что были дожди. Но сейчас погода наладилась, солнышко. Ничто не мешает для проведения профилактических обработок. Здравницы активно готовятся к сезону. На территории санатория Анапа-Нептун 4,5 гектара растительности. Репеллент, которым ведется обработка, на человека не действует. И активен лишь первые несколько дней. В санатории говорят, что заказывают такие работы уже не первый год. Методика доказала свою эффективность. Но эффективность в том, что если люди находятся только здесь, никуда не уезжают, то случаев таких не было. Специалисты рекомендуют тем, кто приезжает на отдых, находиться именно на таких специально подготовленных территориях к выездам в дикую природу, подходить максимально взвешенно. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова